Да слава Богу! Спаси Христос и Вас так же! Спаси Христос! Как Ваши дела? Как Вы праздновали? Да что, а ты разве не знаешь как? А ты в Ютуб зайди! Еще не попрела! В Ютуб зайди и заряди три слова, записывай! Ага, сейчас! Ютуб знаешь такой? Знаю, знаю! А Гугл знаешь? Знаю, сейчас. Хоть туда, хоть туда заряди! Ага! Везде ключ один из двух слов. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Хорошо. И добавь слово Рождество. И они на первом месте будут ролики. Как у нас тут концерт. Как у нас что было. Но без батюшки. Батюшки-то не было. Я выставил за последние две недели 480 роликов. Я читала, Вы в Мой мир высылали, что Вы много выставили. Но я подготовки еще не смотрела пока что. Так, послушай. У тебя муж-то есть? Есть муж. А он как нас? Принимает, нет? Принимает. А ты поняла в слово принимает, что я вкладываю? Ну как? Если мы к Вам приедем на своей машине. Принимает, тоже принимает. Так, теперь пиши, что нужно нам. Хорошо. Нам нужна настоящая помощь. Прямо включиться всей мощью своего разума, совести, доброты. Значит, у нас в замыслах такое. Мы открываем визы. И нам нужно ставку по центру сделать где-то в Германии. Где мы пока не знаем. А из Германии, значит, мы должны проехать до Португалии. Опуститься в Грецию. Все страны захватите. Ну, тут у Румынии, в Венгрию. Пройти Ла-Манша в Англию. После уйти в Скандинавию и Прибалтика вернуться. Что нам нужно? Узнать, где есть русские эмиграции, где есть библиотеки. Я еду с книгами подарить. Вот нынче мы подарили 240 библиотек. Ты считала это? В библиотеке. Да, да, читала. Смотрела и фотографировала. Значит, мы будем за Москвой, как мыслим так. Но думаем, что надо проникнуть именно в этом году, в 2013. Потому что обстановка мировая очень быстро меняется. Так что у нас могут быть открыты визы такие. Ну, что можно везде будет проехать. А вот разузнай теперь, через какие-то средства, информации, где есть русская эмиграция, где есть, может быть, библиотеки в Берлине. Там обязательно русский отдел где-то есть. И туда надо, чтобы кто-то сходил бы, из вас спросил. Скажите, если к вам из России приедут, вы назоветесь, кто вы такие. Нас назовите. Наши книги где-то покажите. Бесплатно вам хотят подарить. 38 книг. Вы примете или не примете? Вот нам нужно абсолютно точно. Хорошо, Дядя Игнатий, будем узнавать тогда. Значит, это надо на Берлин. Там что там, вон есть такие основные города. Хотя бы у города два. Но больше мы не можем. На каждом государстве надо узнать, какие там есть возможности. Может, через библиотеку или как. Встреча с русской эмиграцией. Это очень серьезно. Отсюда нам узнавать исключительно трудно. Поняла. Будем тогда узнавать. Все. Прямо начинайте, приступайте. И узнаете. Говорят, недавно открылся новый храм. Или не новый, а первый. В Португалии. Где он находится? Его адрес. Кому они принадлежат? Московской патриархии или зарубежной церкви? Хорошо, смотри. Нам это нужно. Потому что зарубежная церковь, это ясное дело, что нам более широко открыта дверь. Собрать людей, встретиться. Вот как мы нынче ездили. Мы же ночевали где-то в степи. Ну, читала ты. С нами собака была. Вот эти ролики я сейчас выставил. Вот зайдешь и найдешь их все там. Хорошо. Как ночевали. Вот как у нас было. Вот сегодня у меня было две встречи. Они тоже записаны. Но я ставлю пока проповеди. Тут на проповеди нажимают прошлое. А потом выставлю то, что сейчас есть. Еще будет выставлена не одна там и проповедь. И вот когда вы посмотрите, вы увидите, как мы встречали Рождество. Как поют дети. Ну, мы просто заходим с того момента, как заходим в трапезную. Отобедали и дальше был концерт. А потом пошли кататься на горку. Так, а в Потеряевске тоже концерт был, да? Только вы не ездили на Рождество. А как узнать? Они записали его? Ну, нет. Я спрашиваю, что вы не ездите, да? На Рождество туда, в Потеряевске. Так ты только спрашиваешь, сама не знаешь. Не знаю, я спрашиваю. Я не знаю. Если они снимали, пусть принесут. Я в Ютуб выставлю. А Ютуб – это дочерняя сторона Гугла. Оно сразу же от него идет. И поэтому разница-то небольшая, если ты в Гугл зарядишь. А в Гугл заряди на мою фамилию, имя. Там ты, где-то я забыл, 60, что ли, страниц идет только. Страниц. Ничего себе. За нами очень внимательно следят. Отовсюду, где выступали, особые страницы кто-то открывает, я не знаю. Ну и, можно сказать так, 95% – это положительное. А что бы без отрицательного, такого ни у кого нету, нигде. Он профессор Осипова, он преподает, самый старый профессор Московской Духовной Академии. Жгут книги монахи. Видела ролик этот? Нет, не видела. А ты зайди на форум у меня, на форум, и запусти слово «манкурт». Знаешь такое слово? Не знаю. Вот. И по слову «манкурт» там найдешь, что где нет Библии, там человек легко превращается в монкурты. И там увидишь, как жгут книги, а потом выступают разные священники, спрашивают, что это означает и почему. Мы сегодня тут еще смотрели, ко мне пришли старые друзья. Вот так. Ну, говори, что там у вас? Нормально, слава Богу, все хорошо, живем. Ты мамке-то когда будешь звонить? Я сегодня звонила уже, поздравлялась. Ну, понятно. Тут она через Севастьяна компот мне прислала, яблочки резанные, поблагодарить надо. Да, что, передам. Ага. Все хорошо. Ну, научилась уже говорить-то? Говорю, дядя Игнатий, хорошо говорю уже. Ну, не трудно? Не трудно. Уже некоторые слова, как бы, говорю по-немецки, а значение даже, как бы, вот точное слово на русском, я не смогу сказать этого слова по-немецки. Ну, а давай синхронно за мной переведешь, я сейчас скажу. Эти наушники плохо держатся на моей голове. Эти наушники плохо держатся на моем голове. Угу. Понятно. А вот давай я тебе скажу еще одно. Когда я сходил в подвальное помещение, переводи. Когда я сходил в подвальное помещение. Подвальное помещение. Я сходил в подвал, а помещение, как подвальное. Ну, ладно. Все дорогие. Я наступил на развязавшийся шнурок. Трудновато. Трудновато. А я вижу тебя по лицу, что трудновато. Дело в том, что священники ратуют доцерковно-славянский язык. Я говорю, вы его не знаете? Нет, знаем. Я ему вот это предложение сказал. Я говорю, и я запнулся, упал и расквасил нос. Я говорю, ты тут и засохнешь, поп. Ты никогда не переведешь. Одна переводчица, десятиклассница. Ну, она так знала. Допрашивали немецкого летчика. Который допрашивал НКВДшних. Ты скажи этому выкормышу Гитлера. А она выкормыш никогда не знает. Она перевела воспитанный к Сюхлинг. Как он закивал головой, довольный. Да, я, 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 Валь. Ну, это разница большая. Воспитанник и выкормыш. Тут отрицательный оттенок продажности, ненужности. Вот. Вот она залезла у меня. Тебе ее не видать сейчас. Ну-ка иди сюда ко мне. Ой-ой-ой, красота. Я фотографии смотрела. Интересные. Грелки ваши. Хорошие? Хорошие. Какая? О-о-о. Ну, сейчас... Ты машила? Да. У меня же пшеницы много. Голубей-то кормлю. Ну, сейчас я их туда не сажаю. Очень холодно. Нынче. Сегодня сколько было? Наверное, градусов 30? Не, 23. Ну, вот. Они у меня в избе. Голуби или кошки в избе? В избе они все находятся. Она спрашивает кошки? А голуби нет. Они у меня крепкие. Крепкие. Надо же поддерживать. Я недавно до 40 градусов доходила. Все выдержали. Они у меня маленько перемешаны. Я достал сибирских и перемешал породы. И они у меня только такие вывались. Они как новенькие. Воркуют. Мало того, сегодня яичко принес. Додумали. Любовь устроили. Среди зимы. Я их погрозил им. Немножко так пощевал. Ну, я фотографии ваши смотрела. Голубята маленькие. Даже в жизни бы не подумала. Какие они некрасивые. А голуби сами вырастают. Красивые становятся. А там, где корова телится, смотрела? Смотрела тоже. Некоторые звонят. Говорят, в жизни никогда не видела. Благодарят. А вчера я посылал. Получила письмо? Вчера посылал. Получила тут. На ютубе там. Ну, и где мы были. Фотографии. Я сегодня хотел Веры Кушнир в стихотворение направить. Ну, много очень ответов. А у меня занято. Я в ютубе работаю. Ну, просто побоялся. Уже все. Зарядил. Все, все, все. Только послать и не решился. О матери. Какую роль играет мать. Пока она живая. Вот так. Ну, тебе задание-то ведь я дал непростое. Понимаю, непростое. Но будем стараться узнавать. Так, мне хочется попасть в Сюрихскую библиотеку. Это прямо память. Сюрих. Это, ну, которое прямо адресное уже назначение. Мы нынче подарили книг на 3 миллиона 150 тысяч. Ты когда зайдешь вот в гугл, заряди просто два слова Игнатия Лапкина или там на книге, или слово библиотеку добавить. Сколько разных отзывов. Ну, очень-очень много. Ну, все положительные. Везде надо было заводить знакомства, чтобы приняли, разрушить недоверие. И все это в течение одного часа. Это 200... Да, 240 встреч. Это не две. И как мы ехали, у нас на каждый день получалось 1033 километра. Путь начинали в 2 часа ночи всегда. Два шофера менялись. Мы никогда не думали, что от Москвы пройдем, ну, фактически до конца страны, находка, порт Владивосток. А сейчас вот, думаю, материалы забрасывать между Москвой и Молдавией, центр, чтобы был, и между Одессой и Санкт-Петербургом. Ну, так примерно, Ростовская область. Туда отсылаем контейнер книг. Мне надо туда 7 тонн примерно отправить. Слушай, работа такая. Очень большая работа. Ну, и попутно решили. Вот сразу... Это у нас на 2014 год было назначено. Ну, я молился, и мне мысль пришла такая, что это надо попытаться сделать в этом году. Сейчас пока все пытаемся насчет виз. И у нас, если там что-то не заладится, вы нам можете дать приглашение? Не надо будет насчет этого узнать, дядя Игнатий. А ты разузнай. Три человека. Три. Три человека. Да. Так. Не знаю, сколько можно нам приглашать, потому что, как бы, один человек рабочий в семье. Но я узнаю это тоже. Ну, ненадолго. Скажи, на 3 дня приедут на неделю, только посмотреть. Мы же не месяц будем. Максимально, где мы задержимся, будем это 2 дня. Хорошо, буду узнавать. Тогда еще и это, чтобы страховка была, буду узнавать тоже. Да, это надо узнать, что и как. У нас это пока только разговор, потому что с нашей машиной, мы новую «Газель» купили, нас туда не пустят. Нам нужно, чтобы в центре кто-то нам дал на обмен машину новую, снабдил нас валютой, и у нас ничего нет пока, мы только молимся. Угу. Ну, и ты тоже помогай. Молился, дядя Игнатий, мы едем не прихоти ради, а понимаем, что нас Господь очень сильно одарил богатыми дарами. И сегодня, ну, только вот, сегодня только был один человек, не нашего круга, но с другой стороны. И все понимают, книг таких нету, практически вообще нету. И поэтому я вне конкуренции иду, хорошо или плохо. Еще у нас один вопрос, не знаю, сумеете вы его себе на учет поставить. Нам нужен человек будет, начиная с Германии, чтобы проехать те дальние страны, знающие хотя бы 2 европейских языка. Мужчина. Это примерно на 3 недели, на 3 недели. Бесплатно, для Бога. Буду думать, дядя Игнатий, тоже с Романом, Роману скажу то, что будем тогда смотреть. Это, 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 знаешь, ну, ну, от этих ежедневных своих забот, ты маленько умом-то сюда прилепишься, ты поймешь, что есть другие вопросы. Конечно. Мы пока говорим, но вот унынче у нас как было, мы только говорили. Говорили, а данных никаких не было. Но Господь позволил достать машину. Составлена была команда, у нас 5 человек поехали. И смотри, мы сколько намечено, мы сделали ровно в 3 раза больше. Мы на ходу садились, от заправок уже машина движется, бегом в машину, до одной секунды ужимали все. Все по графику. В 10 часов на стоянку, в 2 часа уже мы в пути. И так каждый день. Невероятно, такая работа. Да, да, но мы увидели плоды, результаты, сегодня какие отзывы идут, сами библиотеки национальные, там, чувашские, другие выставляют материалы. По-другому пока ничего не видим. Мы действуем в самых необыкновенных условиях. Я тружусь для православия, православные попы меня гнобят, давят, убивают. Если бы я был баптист или кто, я бы уже сотни общин образовал. Я не могу ничего сделать. Я людей должен отправлять только в православную церковь. Потому что все остальные, они не имеют священства. Я католиков признаю как церковь. Нашим непонятно. Я к католическому ксенду подойду, благословлюсь. Там у них есть истинное рукоположение. При всех их заблуждениях и ересях, какие на них тянули. Самое главное у них заблуждение, это непогрешимость папы и главенство папы. Называется примат папства. А все остальное это ниже. С этим мы никогда не можем согласиться. На это не претендовал ни один апостол, никто. Все действовали автономно. Мы часто употребляем это слово, но применительно к другим. Я всю жизнь прожил, применяя это слово к самому себе. Поэтому так тщательно любое высказывание, любую мысль смотрел. Вот будешь смотреть, вот я сейчас проповеди ставлю, то внизу дается пояснение. А пояснение я беру из книг. Я богатый материал выставляю попутно. Ну там определенное число, буквы, кажется, этих знаков, пять тысяч, больше она не принимает система. Вот как посмотришь, брякни мне концерт, посмотришь когда, ну и все остальное ты проверишь. Отошли? Хорошо, буду смотреть дальше. Ну ничего больше нет? Ничего больше нет. Хотела вас поправить, Рождество. Ну все. Будем теперь заниматься вашими вопросами. Все, давай. Напиши. То ничего не делай без совета с мужем. Хорошо, поговорю с ним. Поговори с ним, его обними и скажи, давай поможем, потому что все остальное уйдет. У вас это будет самый знаменитый след, который вы оставите. Никто в Германии этим не занимается. И не занимался. Мы у Бога выпросили этот дар. Все, расстаемся. Выключай меня. До свидания. До свидания. До свидания. Яша вырос уже так, большой. А где ты увидела его? Рождественский ролик. Мальчик похож. Яша не Яша. Это Загуляева с Сашей. Три девочки подряд стоят. И его же сын. А, я думала, это Яша уже. Думал, такой большой. А вот сейчас, который мы с тобой разговаривали, я его уже выстоял. Ты там посмотрела его, нет? Я вот номер один, номер два посмотрела сейчас. Ты сейчас заряди, запиши, что зарядить. В гугл заряди. Ага. Игнатий Лапкин и Германия, Россия. Это твой разговор давишь, он уже стоит там. Да, мы что? Уже есть. Хорошо, посмотрю. Уже на весь мир. Так, Игнатий Лапкин и Германия. Напиши Германия. И она сразу тебе выкинет. Посмотрю. Игнатий, уже поговорила с Романом, будем искать, помогать дальше. Все, давайте. Он согласен. Вот что я сказал, так это держите для себя, чтобы каждый день помаленьку вперед двигаться. Хорошо, будем по возможности быстрее, чтобы все узнать. Ну, как возможно. Теперь, если нам сумеете, как сказать, пригласить или на одного хотя бы, мы в разные места. Нам не обязательно троим в одно место. У нас в Германии это есть знакомые. Мы так распределимся, кто как, а в одной машине поедем, чтобы нам только заехать. А дальше-то одна виза, мы проедем по всем странам. Одного точно сможем, что троих, я не знаю, можем или нет. Ты меня возьмешь, все более тут уже, как говорится, родственники. А ребята, мы тут распределимся, они в другом городе. Уже у нас есть там кто. Мне нужно будет тогда копия вашего загранпаспорта и точня. Его еще нету. Сначала я получить должен. Мы только зондируем почву. Загранпаспорта может быть. Ну, вот теперь найдешь ролик, то ты еще раз бряхнешь, и сейчас же сразу. Отходи пока. Хорошо. Просподни его и бряхнешь. Я еще сижу у телефона. Давай. Хорошо, позвоним. Если будет выключено, значит, нет у меня. Спасибо. Все, все. Отошел. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok